С вами Николай Пименко в проекте Дата. Сегодня 26 сентября. Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия и Европейский день языков. Также сегодня отмечается Всемирный день контрацепции. Дата выбрана сразу несколькими организациями, которые установили девиз этого дня таковым. Контрацепция – это ваша жизнь, это ваша ответственность. Впрочем, не все люди и религии разделяют этот тезис. У родившихся в 1898 году в этот мир приходит Джош Гершвин, американский композитор русского происхождения, пианист. С его именем связана одна из интереснейших глав истории музыки. Становления его творчества совпадают с веком джаза. Гершвин считал джаз народной музыкой. «Я слышу в нем музыкальный калейдоскоп Америки, наш огромный бурлящий котел, наш национальный жизненный пульс, наши песни», – так писал композитор. В 1915 году родился писатель-исследователь Сергей Смирнов, который рассказал о подвиге Брестской крепости. С выступлениями о своих поисках он на радио и телевидении появлялся довольно часто. Отклик был таковым, что какое-то время на имя Смирнова поступало больше писем, чем на все остальное госцелерадио. В 1932 году родился Владимир Войнович, русский писатель, автор романа-анекдота «Жизнь и необычайные приключения» солдата Ивана Чонкина. С 1980 года жил за границей, до 1989 года в СССР печатался только в сам издате. В 1934 году родился Олег Басилашвили, народный артист СССР. Многие работы вам известны хорошо «Дни трубиных», «Осенний марафон», «О бедном гусаре замолвите слово», «Служебный роман», «Вокзал для двоих» и многие другие. Вот уже более полувека Басилашвили играет в спектаклях В БДТ чаще всего комедийные роли. Вместе с первой супругой Татьяной Дорониной они начинали в Амхате, потом перешли работать в Большой драматический театр. В БДТ Доронина сразу получала главные роли, Басилашвили же играл в эпизодах. Брак юных актеров длился 8 лет, пара мирно разошлась. Ну а потом вторая жена, второй счастливый брак и много-много работы. В 1945 году родился Брайан Ферри, английский рок-музыкант, после выступления в группе «Roxy Music», успешно продолжавший сольную карьеру. А в 1959 году родился Илья Кормильцев, поэт, переводчик с английского, итальянского и французского языков, музыкальный и литературный критик, основной автор текстов песен для группы «Наутилус Пампелес». О событиях этого дня. 1580 год. Британский мореплаватель и пират Фрэнсис Дрейк на четырехмачтовом флагманском глотте «Золотая лань» вернулся в Плимут из кругосветного путешествия. Целью его плавания были поиски новых земель и подрыв морского могущества Испании. Пройдя вдоль Тихоокеанского побережья Южной Америки, Дрейк захватил богатую добычу и нанес, говорят, огромный ущерб испанской морской торговли. Королева Англии Елизавета Первая, называвшая Дрейка «мой дорогой пират», щедро вознаградила его и даже возвела в рыцарское достоинство. Говорят, именно от Дрейка пошел ритуал отдания воинской чести, когда во время приема у королевы он прикрыл рукой глаза, словно пораженный ее красотой. В 1815 году в Париже Австрия, Пруссия и Россия заключили Совещенный Союз. Целями этого союза было обеспечение незыблемости решений Венского конгресса 1815 года, а также подавление революционных и национально-освободительных движений в Европе. Чуть позже к союзу присоединились Франция и почти все остальные европейские государства. А вот принц-регент Великобритании, турецкий султан и папа римский, подписать договор отказались. Идейным же вдохновителем союза был российский император Александр I. В 1887 год Эмилем Берлинером запатентовано новое изобретение, которое называется граммофон. Это видоизмененный фонограф, независимо изобретенный в 1877 году Шарлем Кро и Томасом Эдисоном. Эмиль же Берлинер, ознакомившись с работами Кро, решил вместо цилиндров для записывания и воспроизведения звуков использовать диски. Первая в мире грамм-пластинка была цинковый. Резец, прикрепленный через поводок к вибрирующей воспринимающей звуки мембране, наносит на лаковом диске модулированный спиральный след, который при тиражировании переносится на пластинку. При вращении диска посредством пружинного механизма граммофонная игла движется по спирали диска и вызывает соответствующие колебания вибрирующей пластинки. Все легко и просто, но для того времени. В середине 50-х годов 20-го века граммофоны и патефоны, естественно, уступили место новым аппаратам – электрофонам. 1902 год. Испанское женское имя Мерседес, сокращенное от Мария де Лас Мерседес, Мария Милосердная, было официально зарегистрировано в качестве торговой марки автомобилестроительной компании Daimler Motorian Gesellschaft, которую основали немецкие пионеры автомобилизма Готлиб Daimler и Вильгельм Майбах в 1890 году. Дело в том, что основным их партнером был тогда заказчик из Чехии. Предприниматель Эмиль Елиник, а его дочь Адриану Мануэлу Рамону дома называли как раз «Мерседес». Когда в конце 1900 года Daimler и Майбах разработали автомобиль мощностью 35 лошадиных сил и быстроходностью до 75 км в час, Елиник, заплатив за 36 машин полмиллиона золотых марок, назвал их все в честь дочери. Вот так это имя перешло на весь модельный ряд. Уже в марте 1901 года Мерседесы, тут уже ударение можно поставить на другой слог, как Елиника побивают прежние скоростные рекорды. 1960 год Фидель Кастро произносит речь «Когда исчезнет философия грабежа, тогда исчезнет и философия войны». Кастро установил мировой рекорд, который внесен в Книгу рекордов Гиннеса. Дело в том, что его выступление длилось 4 часа 29 минут. Это самая продолжительная речь, которая когда-либо произносилась в стенах ООН. В своем выступлении Фидель Кастро объяснил истинный смысл Кубинской революции, суть реформ, которые затеяло его правительство, а также предостерегал американцев от нападок в адрес новой страны. 1983 год подполковник Станислав Петров предотвратил потенциальную ядерную войну, когда из-за ложного срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении поступило неожиданное сообщение об атаке со стороны США. Проанализировав обстановку, подполковник Петров решил, что это ложное срабатывание системы. Последующее расследование установило, что причиной послужила засветка датчиков спутника с солнечным светом, отраженным от высотных облаков. Простой подполковник спас весь мир. Но еще об одном событии более подробно. Москва, 1771 года. В городе начинается бунт, получивший название Чумнова. Болезни, видимо, завезли с Турецкого фронта. Уже погибли более 200 тысяч человек. Не работают фабрики в городе Голод. А тут еще архиепископ Амвросий запрещает целование икон. Когда военные не пустили верующих к Божьей Матери, горожане ударили в набат. Многотысячная толпа двинулась на Кремль, но была встречена отрядами кавалерии. Бунтовщиков усмирил Григорий Орлов, который прибывает из Петербурга с четырьмя полками лейб-гвардии. Но не силой, а разумными действиями. Было увеличено число больниц, получили вольную крепостные, в них работавшие. Когда с эпидемией было покончено, Орлов обрел славу спасителя Москвы. Был издан указ правительствующего сената о мерах к прекращению эпидемии устройству кладбищ, который запретил во всех городах погребения, при церквах и требовал создать новые кладбища за городской чертой. Но само паническое настроение было остановлено. С вами был Николай Пемненко в проекте «Дата». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok